Здравствуйте, дорогие друзья и рижане! Сегодня воскресенье, а это значит очередная сессия, где я отвечу на ваши и, конечно же, собственноручно подготовленные вопросы. Первый вопрос. Господин Ушаков, мне вскоре предстоит переизбираться. Не уверен, что это осуществится, а вы на посту мэра уже в третий раз. Как вам это удалось? Понимаю, что на посту мэра я пережил уже двух президентов, двух премьеров, три жены Джей-Джей Джилленджерса, и я благодарю вас за то, что вы признаете мою силу. Знаете, переизбираться легко, просто надо, чтобы тебя любили. А чтобы тебя любили, надо, чтобы тебя любили большая часть масс-медиа. Знаете, русская пресса меня хвалит и так. А у наших друзей из НЭТ-Карига, Касьяунс, Делфи, Радио СВХ, ТВ3 мы покупаем контент. Извиняюсь, рекламу. Конечно, перед публикацией всегда проверяем, чтобы все было написано правильно. Короче, за полтора миллиона и вас переизберут. А мы тем временем перейдем к следующему вопросу. Месье Ушаков, вы широко известны в маленькой стране с названием Латвия, и у вас в Фейсбуке 220 тысяч подписчиков. Я известен на полмира, и у меня 350 тысяч. Получается, если бы вы были известны на полмира, у вас подписчиков был бы миллиард. Как, возможно, так хорошо накрутить свою статистику? Высокоуважаемый Кристопс, в наши дни важно не то, насколько широко знают тебя, а то, как хорошо ты знаешь правильных людей. Людям нравятся хорошие новости, красивые фотографии, юмор, а мои рижские социальные сети за три лимона в год могут это обеспечить. Как говорится, это тебе не в баскетбол играть. Следующий вопрос задает Инга Спринди. Господин мэр, скажите, пожалуйста, почему за последние три года для вашего пиара из бюджета самоуправления потрачены 6 миллионов евро денег рижан? Уважаемая госпожа Спринди, информирую вас, что для пиара потрачено не 6, а 8 миллионов евро. И официально это реклама Риги, и я, как мэр, там просто нечаянно всегда попадаюсь в кадре. А вот действительно важный вопрос задает пользователь КНАП. Мистер мэр Ушаков, как разоблачить коррупцию в Рижской думе? Дорогой КНАП, мы же с вами уже договорились, что в моей, ой, я извиняюсь, Рижской думе коррупции нет, и мы продолжим работать, чтобы и впредь ее никто не нашел. Кстати, оппозиция на меня однажды пожаловалась, что на свою рекламу я трачу деньги рижан. И спасибо вам, КНАП, что за год проверки вы признали, что я там вообще ни при чем. Так держать. Еще один очень интересный вопрос от пользователя Мартинша Б. Б. Многоуважаемый Нил, есть ли у вас советы человеку, который хочет стать мэром Риги? Многоуважаемый господин Б. Для этого могу вам посоветовать попробовать стать мэром в каком-нибудь другом городе, потому что у вас больше шансов стать мэром Риги, выдвинув свою кандидатуру на пост мэра Валмеры, Лепаи или где угодно, только не в столице. И, дорогой Мартинш Б., если вы не угомонитесь, мы против вас устроим еще один пикет, который покажем на Первом Балтийском и выложим в мои социальные сети. Вы только продолжайте разворовывать банки и поощрять азартные игры, чтобы молодежи из согласия было бы о чем протестовать. Плакаты у нас уже подготовлены. Перейдем к вопросу от пользователя «Дронс». Месье, мистер, господин мэр Ушаков, почему во время съемок открытия стадиона в Плявниках 1 сентября мои сородичи терпят аварии и почти падают на детей? Мистер Дрон, даю вам знать, что не могу быть в ответе за падающих дронов, но после происшествия мы работаем над указом, в связи с которым дронам будет категорически запрещено падать во время публичных или любых других мероприятий с моим участием. Также напоминаю, что дрон, который упал, был официально оштрафован и взят в кратковременное заключение, потому что за такие нарушения надо отвечать. И пилота дрона мы тоже оштрафовали. Теперь он обязан бедненький работать в Рижской думе и за съемки получать зарплату. Идем дальше. Пользователь Эл Пакьян спрашивает. Ушаков, почему я в Риге не могу парковаться как и где мне хочется? Эл Пакьян, чтобы не волноваться о парковке, советую ездить на велосипеде. И так как ты и так все время ходишь в трениках, велосипед под ними будет в самый раз. Кстати, Эл Пакьян, мы для твоего Гетто Геймс выделили 700 тысяч евро, чтобы ты забесплатно потом снял обо мне фильм. Фильм назывался «Поход». Так что продолжай поход и ходи пешком. В окончании у нас вопрос от Олега. Не, Кирилла. Нет, Сергея. Блин, ну и что? Для придуманного вопроса не могли выбрать фото, которое не разбросано по всему интернету? Я же вас учил. Для придуманных вопросов выбираем правдивых, придуманных людей. Или хоть возьмите кого-то из согласия. А то будет, как с той девушкой, которую фото мы взяли из рекламы краски для волос. Ладно. Все это потом вырежете. Дамы и господа, в течение недели много вопросов задавали и оппозиционные партии, но на них я отвечу в другой раз, потому что теперь я могу это делать официально. К счастью, наша передача подошла к концу. Спасибо всем за внимание и встречаемся через две недели, когда я снова отвечу на некоторые и профессионально увернусь от многих других вопросов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok